19 декабря все желающие нижегородцы могли принять участие во всероссийском историческом диктанте, площадкой для проведения которого в нашей области стал университет Лобачевского. Любой желающий может проверить свои знания по истории России. В России создан специальный тест, где включены 40 вопросов о разных эпохах России, в том числе и современности, и каких-то совершенно дальних участков в истории России. Знаете, я всегда говорю фразу Карамзина, если ты не знаешь своего прошлого, то у тебя нет и будущего. И как раз одна из основных целей этого теста, чтобы замотивировать людей, наших граждан, изучать историю России и проверять свои знания. Идея проведения такого диктанта возникла отнюдь не случайно. И основная его задача, по словам организаторов, привлечь внимание общественности и органов государственной власти к проблемам исторического образования в России, а также выявить уровень знаний по истории у наших соотечественников и стимулировать россиян к получению этих знаний. Мы изучали гораздо больше в свое время, то есть объем нашей информации и, как сказать, спрашивали с нас больше. Сейчас ничего не требуется. Истории две, но мои дети, 15-летние, знают очень мало по сравнению с тем, что знала я в школе. Вся наша история идет по витку. И чтобы не совершать ошибок прошлого, я считаю, что нужно изучать историю. И люди, знающие историю, они мудрее, умнее. И все-таки лучше учиться на чужих ошибках, чем на своих. Продолжение следует...